В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Здравствуйте! Без транспорта в наши дни практически не мыслим ни отдых, ни работа. Деловые туристические поездки заставляют задуматься об удобстве путешествия, возможностях в дороге и в первую очередь о комфорте и безопасности. Согласитесь, неприятно терпеть невежливый персонал поезда или опаздывать, тем более по причине аварии. Все эти и другие нарушения рассматривают и устраняют сотрудники транспортной прокуратуры. Рязанская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и в таможенной сфере. Мы осуществляем свою деятельность как на территории Рязанской области, так и на территории других субъектов, в частности Московской области и Республики Мордовия. Это связано со спецификой транспортной деятельности, а также с линейным характером ее работы. Вы профилактическую работу наверняка тоже проводите, не все же по факту. Что можно сказать о ней? Да, безусловно, нами проводится анализ с целью принятия превентивных мер профилактического характера для того, чтобы не среагировать по факту нарушения, но предупредить возможное нарушение законодательства. Для этого законам предусмотрен ряд мер, в частности, в случае, если мы устанавливаем о том, что в какой-то сфере деятельности возможно совершение нарушения законов, то есть даже такая мера реагирования прокурорского, как объявление предостережения. И мы ее в полной мере используем. Ведь цель проверки – это не только выявить нарушение закона, но основная цель – это в том числе предотвратить их нарушения на другие периоды времени. И, как правило, отмечают в транспортной прокуратуре, имеет место именно человеческий фактор – устали, не доглядели, не смогли принять жизненно важное решение. Для примера могу сказать о том, что, к сожалению, трагические события в аэропорту Домодидово, когда произошел теракт, там тоже может идти речь об определенном человеческом факторе, в связи с чем были приняты меры, в том числе и прокурорского реагирования для предотвращения таких ситуаций впредь. Наметились определенные позитивные тенденции в сфере соблюдения данного вида законодательства. Так, если в 2011 году применительно к объектам транспорта практически нигде не была проведена оценка уязвимости, не были разработаны планы транспортной безопасности, то уже по состоянию на 2013 год где-то процентов, наверное, порядка 80% уже разработали и реализуют планы обеспечения транспортной безопасности. Пассажиры замечают вашу работу? Обычно вот мелкая проволочка, уже начинают люди нервничать. А зачем? А почему? Или вы работаете как-то автономно и независимо от толпы, которая ожидает своего вылета, например? Уделяем особое внимание обращениям граждан. То есть, если к нам поступает какое-либо обращение, то мы внимательно его рассматриваем и даем оценку в соответствии с требованиями законодательства. Например, какое обращение? Обнаружена какая-то ручная кладь? Мне кажется, для прокуратуры это достаточно незначительно все-таки. Там другие сотрудники приезжают. Безусловно. То есть, мы не занимаемся обнаружением ручной клади. То есть, это сфера деятельности органов транспортной полиции, которые осуществляют охрану общественного порядка. Но, тем не менее, если речь идет о нарушениях в работе транспорта, о нарушениях законов не только прав пассажиров, но и работников предприятий транспортной сферы, то мы уделяем этому повышенное внимание и каждое обращение рассматриваем в соответствии с законом. В частности, могу сказать о том, что регулярно совместно с органами транспортной полиции, совместно с руководством железной дороги на вокзалах проводится час пассажира. Много вопросов обычно появляется и какого характера? Вопросы самые разные. Начиная от времени задержки, к примеру, поездов. Данные обращения, они в любом случае рассматриваются. Либо направляются по принадлежности в соответствующие компетентные органы, либо, если необходимо, рассматриваются уже нами в установленном порядке. Но, тем не менее, такая форма общения с гражданами, я думаю, что она достаточно полезна, потому что люди видят нашу работу. Всегда интересны примеры, особенно какие-то крупные. ЧП, к сожалению, хватает их и на наших железнодорожных вокзалах. Один из примеров – это на Рязани 2-й. Давайте напомним телезрителям, что произошло и на каком этапе сейчас. Ну, я так понимаю, что это связано с трагическим происшествием, с убийством, совершенным на Рязани 2-й. Да, да. Могу сказать, что лицо, виновное в совершении данного преступления, установлено. Уголовное дело расследовалось Восточным следственным отделом на транспорте. После его изучения в прокуратуре обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Рязани. Лицу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренную статьей 105-й частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленного убийства. И назначено наказание в виде лишения свободы в размере 14,5 лет с обыванием наказания в колонии особого режима. Сейчас период отпусков, все хотят куда-то уехать. Каждый думает, как, каким транспортом. Что бы Вы посоветовали нашим телезрителям и, может быть, даже сотрудникам? Я бы посоветовал пользоваться тем видом транспорта, которым конкретному гражданину пользоваться комфортно. От пассажиров часто получаете какие-то замечания в адрес дорожников, в адрес тех, кто их обслуживает в поездах? Бывает такое? На что обычно жалуются? Чего не хватает нашим туристам и просто отдыхающим? Здесь могу пояснить о том, что у нас нет в Рязанской области поездов своего формирования. Поэтому, если такие обращения поступают, то мы их направляем по месту формирования конкретного состава. Разные бывают обращения. Это и несогласие, допустим, с действиями проводников. Это, опять же говорю, задержки поездов. Но, как бы хотелось отметить о том, что обращения, связанные с задержками поездов на территории Рязанской области, но это достаточно редкие, что свидетельствует о том, что здесь это обеспечивается. Есть какие-то значимые изменения по сезонности в работе транспортной прокуратуры? Сейчас летом, может быть, какая-то активность наблюдается определенная? Вы знаете, в работе транспортной прокуратуры в целом, да и в работе любой прокуратуры, какой-то сезонности выделить невозможно, потому что в любой период времени ты должен достаточно напряженно работать. Каждый вид транспорта имеет свою специфику. Соответственно, и нарушения определенные. В последнее время какие нарушения, где были замечены, выявлены и что теперь? На железнодорожном транспорте были проведены проверки, связанные с соблюдением трудового законодательства, в ходе которых были выявлены ряд нарушений в деятельности, допустим, локомотивных депо. Если говорить о водном транспорте, то там также были проведены проверки, они связаны и как с обеспечением безопасности судоходства, так и с обеспечением иных требований законодательства. Были выявлены факты осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности на водном транспорте при отсутствии лицензии. Недавно была проведена проверка исполнения законодательства, в том числе земельного, на воздушном транспорте, в ходе которого были выявлены ряд нарушений, в частности, нецелевое использование земли, когда, допустим, целевой вид использования земли был указан как земли населенных пунктов и использование соответствующих целях. Однако использовалось под взлетно-посадочную полосу для вертолетов. Интересно узнать, как вы выявляете технические нарушения, длительны ли это процессы и требует ли он больших вложений сил. Работник транспортной прокуратуры с юридическим образованием, естественно, что он не получал инженерное образование и самостоятельно определить, что где-то есть техническая неисправность или что-то еще, он не сможет. Поэтому приглашаются специалисты, которые участвуют с нами при проведениях проверок и дают соответствующее, высказывают свое мнение, дают соответствующее заключение, которое нами уже используется, в том числе для того, чтобы выявить какие-то нарушения законодательства в данной сфере. Сказать, что один бит транспорта безопаснее другого нельзя, а потому просто не терпите нарушений ваших или чужих прав. Транспорт-то общественный, а тут как водится, один за всех и все за одного. Это была программа «Семь минут». Оставайтесь с нами и хороших путешествий в любых направлениях. Субтитры подогнал «Семь минут»